What can I do for you? Yes, how much is this? Таки вы из России. Дорогой друг, для вас сегодня потрясающие скидки. Спасибо. Как бывшему соотечественнику Адам, любую вещь практически дару. Спасибо. А как вы узнали, что я русский? Вы хотите честный ответ или чтобы вам было немножко приятно? Ну, конечно, честный. Вы знаете, только русские на Гутмонин отвечают yes. Я вам говорю. Серьезно? Да, я еще никогда не был так серьезен. Вы знаете, этот идиотский кризис, который вообще разучит евреев улыбаться. А что, у вас здесь тоже ощущается? Еще как. Мне вообще кажется, что единственная страна в мире, в которой кризис по барабану, это Москва. Вы хотели сказать Россия? Нет, я что хотел, то и сказал. Москва это Москва, а Россия это Россия. Ах, пожалуйста. Подождите. Подождите. А почему вы так выделяете Москву? Ну, хотя бы потому, как там справили Евровидение. А, ну и как вам? Что как? Клево? Я так думаю, что кое-кто очень неплохо погулял. Денег вбухали даже больше, чем вбухал мой сосед Мойша в свадьбу своей переспелой дочери. А как вам результат? Как? Дочка таки попала в хорошие руки. Да нет, подождите. Я про Евровидение спрашиваю. А, что закономерно? Победил фейерверк. Да, красиво. А вы сами-то за кого болели? Да там без вариантов, за нашего. О, так и я за нашего. Слушайте, а ваш это который? Да, конечно же, Саша Рыбак. Минуточку. Я тоже за него болел, но только он ведь не ваш, а наш русский. Тоже спорить. Да, с какого перепугу наш мальчик из Норвегии вдруг стал вашим? То есть, как это стал? Он и был нашим? Хорошо, по каким таким признакам? Да по всем. По рождению, по видению. По одежде, наконец. По одежде, говорите? Это по белой рубашечке, черной жилеточке? Вы мне не делайте смешно. Чистый, аккуратный мальчик. У белой рубашечки, черной жилеточки, со скрипочкой и вдруг не наш. Да, конечно, не ваш. Да у него белорусские корни, папа, мама. Значит, он наш, потому что русский и белорусы это практически одно и то же. Нет, так кто же спорит, но запомните сами и передайте всем своим. Только у еврейской мамы есть столько терпения, что сыну уже 23 года, а он продолжает играть на скрипочке. Это я вам говорю. Слушай, вы... Что-то я не... Ну, а вы смыслали, как он по-русски говорит? Как на родном? Так это что, так и дома? А что нет? Так я вам скажу. Лучше всех разговаривает по-русски кто? Кто? Правильно. Михаил Михайлович Жванецкий. Ваш президент сам дал ему за это недавно роскошный орден. Подождите, да рыбак в Норвегии живет всю жизнь. Какой он ваш? Это кто же спорит? Кто же спорит? Но на южном берегу Северного Ледовитого океана мерзнет во льдах столица Чукотки города Нада. Вот уже 20 лет Беня Гольфштейн заведует культурой и торгует моржовыми клыками. Он тут недавно был навестит родителей, я его видел близко, как вас. Да при чем здесь ваш Беня? А при том, что за 20 лет жизни на Севере у Бени пробилась лысина, побелели пейсы, увеличился шнобель, но он так же стал похож на Чук-Чук, как я на Мерлин Монро. Это вы к чему вообще? А к тому, что можешь хоть всю жизнь прожить в Норвегии или, прости господи, в Африке и не стать от этого ни норвежстым, ни негром. Вас послушать? Так Дима Билан тоже ваш. Ни в коем случае. Ну, хватит. Ни в коем. Но, вы знаете, в Америке есть такой известный певец Боб Дилан. Он у них такой же известный, как у вас русский певец Розенбаум. Ну и что это Дилан? Вы слушайте сюда. Я прочитал в одной очень уважаемой мной в газете, что Боб на все 300% наш, чтобы он был здоров. А теперь подумайте сами. Если Дилан на 300% наш, то почему Билан не наш хотя бы процентов на 100? Это не может быть. Опять же таки, когда Дима выступал на Евровидении, помните, кто стоял с ним рядом и делал песни красиво? Кто? Аккуратный мальчик в белой рубашечке, черной жребеточке и, между прочим, играл на скрипочке. Я что-то не понимаю. Вы что, действительно отправили смс-ку за вот этого вашего кандидата? О, кстати, хорошо, что напомнили. Я прошу прощения. Можно у вас одолжить ваш телефон? Я свой дом забыл на кухне. Пожалуйста, только поздно уже все закончилось. Вы знаете, молодой человек, для хорошего дела никогда ничего не поздно. Подождите, куда ты тут нажимаешь? Ну вот сюда, вот пишите номер, вот дальше текст, а потом вот эту пимпочку нажимаешь. Слушайте, что вы меня учите, как работать с телефоном? О, так и полетело. Возьмите. Голосование закончилось три месяца назад. Да что у меня ваше голосование? Я своей жене послал месяц, что буду скоро на обед. Голосование. А я уже думал, вы действительно в Норвегию поздравление послали. Нет, вы знаете, сейчас не время. В Норвегии сейчас траур. Здравствуйте. Какой траур? Там праздник целый год Это у мальчика праздник А у их правительства траур Ну сами подумайте Где им взять столько денег Чтобы у них получилось не хуже Чем у вас в Москве Найду их где-нибудь Они же там чем-то занимаются Семгу ловят Рыба моя дорогая Нету у моря Столько семги Чтобы устраивать такой фейерверк Да Так что вам предложить Дорогой мой друг Вот такие Что вот такие Вот такие слезы покатятся у ваших друзей От зависти Когда они увидят Какую изумительную вещь Он вам задаром Да нет не надо мне спасибо Я говорю идите сюда и будете помнить всю жизнь Да не надо мне ничего Я говорю я же все равно вам отдам Да ничего не надо Я вам отдам Сухие цифры На каждые 100 свадеб Приходится 250 разводов Это раз Два Праздников катастрофически не хватает Это три Поэтому мы сейчас приглашаем вас На праздник первого развода Дорогие гости со стороны жены Дорогие родственники со стороны мужа Дорогие гости со стороны соседней области И посторонние так сказать Вот так же В этом же помещении Этим же составом Мы с вами присутствовали на свадьбе И желали молодым идти рука об руку С тех пор прошли долгие три месяца И вот они дорогие друзья прошли Три месяца дорогие друзья Срок не маленький 90 дней И я не боюсь этого слова Ночей Они были бок о бок Голова к голове Нос к носу Спина к спине И наконец как говорится Зубами к стенке А сейчас Цветами и Трехрублевым маршем Мы встречаем наших Внебрачных Дорогие Дарья и Артем Дорогие гости Известный польский астроном Виктор Гюго Как-то сказал Трезвый на разводе шпион Так был открыт Первый закон всемирного тяготения И пока дорогие друзья Вы тяготетесь к бутылкам Хочу напомнить Самым нетерпеливым Что центральное блюдо на столе Это не оливье Это образцы мраморной крошки От нашего спонсора Фирмы цветочек аленький Качество гарантия Удаление нежелательных зубов Осуществи свою мечту А дорогие друзья Слово мне очереди просит гость Со стороны Со стороны Дальнего стола Дорогие друзья Просим Любим Дорогие наши Разводящие Вы Сяблые Слушайте А ну-ка Поднимите руки А то мы уже подзабыли Кто из вас дорогие А Дорогие наши Сидящие С поднятыми руками Так как на все Быстро случилось Что наш стол Не успел еще уйти С вашей свадьбы Ведь я не понял Три долгих месяца Мы терпеливо ждали И ждем Чего? Ну когда подадут Горячие Дорогие друзья Сейчас слово Маме От бракованной Даши Нине Маргиналовне Давайте Малаша Брежьте По чувствам Дорогие Наши дети Дарья И Артемон Дарюшка Ты знаешь Как мы радовались Когда ты вышла Замуж За это вот Длинноволос Ага Ага И правильно Сделала Что бросила Со временем У него была бы На голове Точно такая же Иллюминация Как у твоего папки Нет Вы знаете Быть для вас Всю Сказали Оркестру По 60 баксов Нарыло Вы Из моего Кармана Да Лидия Константиновна Вы этим Жлобам платили А вы в это время Цветочки нюхали Да вода По 100 баксов Накинули За что Спрашивается Люди добрые Это когда Это накинули А это ты спросил Своего напарника Он все время Мимо кармана Промахивался Пытался в ширинку Засунуть Витек Я не понял Там Серега Падлать буду Ну что Дети мои Мы для вас Никогда Ничего не жалели Хотите Отдельную комнату Нахер Хотите Мобильник Врачи снимать Стрел А что если С той стороны Там что-то Гавкают Так я Кое-кому Кое-что Сейчас Побриваю Вместе с Прической Танцуют Все А что это Что это за Буча Там Возле Колонны Это Ее родители Сволочи И собака У них Людоед А откуда Вы знаете В гостях Был Представляете Сижу Говорю А что Это Ваша Собака Так на Меня Смотрит Зверем Говорят Не обращайте Внимания Она Всегда Так Смотрит Когда Едят Из Ее Миски Вы Кто Рыцарь Да нет Я тут Происполнение О Так Вы Волшебник Исполните Три Моих Желания Извините Могу Только Одно Три Одно Три Одно Хорошо Одно На Три Раза Девушка Я Извиняюсь Можно Вам Ни в коем Случае Извиняюсь Нет Смотря Насчет Чего Да Я Насчет Горячего Дорогие гости Дорогие друзья Танцующиеся Разорвитесь Музыка Уже Закончилась Официанты Разорвите Что Вам Слово Имеет Тетя Фира Из Могилева Дорогие Дарья И Артем Мы С дядей Яшей Конечно Поздравляем Вас С этим Знаменательным Событием И хотели бы Напомнить Что мы С дядей Яшей Дарили вам Свадебный Подарок Клеенку На 12 Персон Так мы С дядей Яшей Хотим Его Вернуть Обратно В зад Не надо Лида Константиновна Делать Карие Глаза Дарили Так Дарили Дядя Яша Еще С вас Расписку Взял Как бы Шуточно Но Таким Не Шутят Может Может быть Вам Вернуть Еще И съеденное Пирог Ваш Тухлый Можете Вернуть Раз Вы Такая Дорогие Друзья И пока Гости Отбивают Свои Подарки Родители Делят Имущество Нажитые С супругами В совместном Браке Коньки Роликовые Слово Дяди Выбракованного Артема Степану Радиоприемниковичу Просим Любовь Радионович Пардон Дорогой Артем Я человек Военный Говорить Не умею Поэтому Ты мой Племяш Я им Всегда Говорил Отдайте Парня В армию Вернется Будет Головой Кирпичи Гнуть Будет Вам В семье Человеческий Фактор А то Одно Образование А в армии Простой Майор Может Двести Раз Отжаться От своего Пола Нас Когда-то Так и Учили В пионерских СМИ Услышал Полночью Как Заскрепела Койка Бей в барабан Давай, отец Не с мамой А на стройке Трудом ударным Мир Крепи Прекрасные Прекрасные слова Сказал Радиоприемник Дорогие друзья Дорогие друзья Мы продолжаем Продолжать Наш прекрасный Вечер Вечер любви И самоуважения Слава Подруге В небрачной Дарье Маргарите Просим Любим Дорогая Даша Вы не дожили До вашей Серебряной Свадьбы Двадцать Четыре Года Восемь Месяцев И неделю Но Словремя Ты в нем Затировалась Я написала Тебе Эти стихи Ты отдала Ему Свой Первый Чвет Сегодня Ты его Узи Назад Забирай Сегодня Так Не забираешь Ты и мечты Пускай Теперь он Без мечтов Покукует Дорогие Добрые Господа Прошу Минуточку Внимания Однажды Японская Древняя Красавица Яки-Моки Кабасутра Танцевала На первом Балу Наташи Ростова Спотела И сказала Йоку-гами Йоку-суки Что в переводе Означает Сколько не танцуй А пьяным Не будешь Прошу К столу Дорогие А ну-ка Обожди Тенор Оооо Это Мама Артема Нарисовалась А ну Рваните Несколько Слов Без запятых Я только Что тут Слышала Как одна Дура Читала Стихи Про Пыльцу Так мы С мужем Бешено Хохотали Какая Пыльца Да ее Еще до Свадьбы Обтрясли Как грушу Молчи Артемка Молчи Мама Знает Что говорит А вы Тут Выдаваете Желаемое Зарожаемое Это Кто Ж мою Дочку Обтрясил А ну Скажи Им Дашка Это Ваш Сынок Слабак Я уже Не говорю Про Первую Брачную Ночь А что Ты можешь Сказать Если Ты У двери Дежурила А мы С мужем С балкона Зашли Молчи Сына Баба Знает Что делает А так Это Мы Кричали Вспомни Как Мурзы Кукошечку Приводили А вы Вообще Ничего Не можете Бюджетники А вот За бюджетника Ответишь Танцуют Все Девушка Девушка А правда Что Женщина Любит Ушами А Я говорю Правда Что Женщина Любит Ушами Что Иди Домой Фредитная А Вы не скажите Чего это Народ Бросается Браморной Крошкой Разводятся Люди А Чего Разводятся Не знаете Из-за Ерунды На свадьбе Не подали Горячий Какая Плохая Примета Дорогие Друзья Музыка Стоп Ша Все Стоп Сейчас Мы подходим К кульминационной Кульминационной Новости Сейчас Представитель Государства Из ЗАГСа Окончательно Нам всем Установит Ху Из Извиняюсь Ху Прошу Людмила Людмиловна Спасибо Дорогие наши Даша И Аркаша Разрешите Вам В этот Знаменательный Час Спросить у вас А где Моя печаль А Она Залифчик Закатилась Я все помню А давайте Я туда на нее Похукаю Нельзя Это государственная Тайна Дорогие наши Дорогие наши Именем Много Функционального Дневного Стационара Нашей поликлиники Узнать Слушайте Гриша А где Разводящие Воеваются Людмила Людмила Вы знаете А они там Возле мужского Туалета Пардон Целуются Ну это же Противозачатая Противоконституционно Заглочни ты Архивариус Дорогие друзья Уважная Государственная Новость Несут Горячие Горячо Горько 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 Добрый вечер Добрый вечер Друзья Вы просто не представляете Как мы Рады видеть вас В таком составе В этом замечательном зале Как настроение у вас? Хорошее? Нам очень важно Чтобы в зале Было хорошее настроение Потому что Юмористам Очень важно Чтобы у вас хорошее настроение У нас хорошее настроение Я говорю У нас хорошее настроение Должно быть С таким лицом Не бывает Хорошего настроения У тебя все нормально? Ничего не случилось? Что? Я говорю Ничего у тебя не случилось? Где? Ну, не знаю, где-где, в Караганде. Может, дома что-то? Дома? Что? Один я остался. Господи. С Машей что? Когда? Вчера. Без пятнадцати десять. И главное, до этого ничего ходила, напевала что-то. Держись, держись. Подожди, что же она напевала-то? Да это неважно. Господи, да что же она напевала? Да не думай об этом, с ума сойдешь. Боже мой, боже мой. Такая замечательная женщина. Удивительная, удивительная женщина. Повала, придешь в пять утра. Весь в грязи, в губной помаде. Она с тебя пыль сдувает, пыль. Помню, как-то в новом костюме только купили. Плошмя. Грязь. С ног до головы. Я помню. В октябре. В ноябре. В октябре это в старом костюме. А, это. Тоже в грязь, с ног до головы. Что ж, новое-то и купили? Ну да. Она ни слова не сказала. Дорожала надо мной, как над грудным младенцем. Всегда улыбчивая такая. Да что ты говоришь? Во сне улыбалась. Во сне. Я даже пугался иногда. А вежливая какая. Да ну сначала ворон тот пропустит, потом сама зайдет. Ты знаешь, я помню, мы как-то под утром целой компании завалились к вам. И я в вазу дорогую, старинную. Ее любимую в древеске. Вот веришь, год прошел, не могу себе простить. Два года прошло. Да не, в том году. В том году ты сыр, ви, чайный грохнул. Китайский. Да, ее любимый. И она ни слова не сказала, ни слова. Она сказала, к счастью. К счастью? Она сказала, к счастью. А какая аккуратная была. Ты ну о чем ты говоришь? Ну а ночью в туалет сбегаешь, приходишь, постель убрана. Да не может быть. Сколько раз? Да ты что? Да клянулся. Ну надо же, а. Очуткая, заботливая. Ну как мать, как мать. Каждую ночь. Кто это тебя так? Где это тебя так? Ой, ну крепись, крепись. Время все лечит. Нет, не все. Там все. Помню, как-то ночью пришел, глаз подбит. Какой? Оба. Один раз так было? Не, ну почему? Много раз было, но один раз пришел, глаз подбит. Она все время мне прибочки делала. Глаз не замкнула? Да, свои не закрывала, чтоб мои открылись. Ты знаешь, я всю жизнь тебе завидовал. Вот всю жизнь тебе завидовал. Ну если я домой приду с подбитым глазом, мне мой второй глаз подремонтирует. Да? А твоя? Грубого слова ее никто не слышал. Никто никогда не слышал. Думала сядет на кухне, плачет, плачет. Ну ни одного грубого слова. Не, не. Помню, приболела как-то. Кашела. Воспаление легких. Почти не вставала. А мы сидим в комнате. Шука! Прокурили. Я на гармошке, тут собака воет. Виск, сквозняк. Она входит. Может вам кофе сделать? Как сейчас кофе. В белом халате. В синим. Да не, в белом. В белом это когда ее сердце прихватило. Ах, да. Тоже входит. Может вам кофе сделать? И главное, тихо так вошло. Никто и не заметил. Как мышь. Как кто? Как мышь. Всегда все делала тихо. Пула, ищешь ее, ищешь на кухне. Где она? Что она? Да какая красавица. Глаз не оторвать. Да веришь, с трудом. Всегда глаза от нее отрывал с трудом. Что там говорить? Редкая. Да. Редчайшая женщина. Да. Какие слова ее последние были? Последние слова? Пошел ты к черту. Собрала вещи и ушла. Без пятнадцати десять. Куда? Неизвестно. Подожди. А почему ушла? Да кто бы ты делал, что непонятно. Предпоследние слова были. Надоели твои пьянки-гулянки. И все, и все. Подожди. То есть, ни с того, ни с сего взяла и ушла. В том-то же и дело, что ни с того, ни с сего взяла и ушла. Это какая-то страшная тайна. Не надо. Не надо. Не надо. Ты надо любишь тебе сердце? Не надо. Что? Ну что, пошли? Девчонки ждут? Да, конечно. Да, конечно. Добрый день. Здравствуйте. Это вы здесь адвокат? Да, внимательно вас слушаем. Мне нужно срочно отдать под суд моего мужа. Ну, святое дело. А на каком основании? На веском. Мой муж недобросовестный заемщик. Взял кредит и не отдает? И даже не думает. Понятно. Хорошо, давайте мы уточним вид взятого кредита. Это был автокредит? Нет. Кредит на неотложные нужды? Нет. Ипотечный? О, вот этот последний. Ипотечный. Да, импотечный. На мои неотложные нужды. Нет, девушка, это не совсем правильно. Не импотечный, а ипотечный, правильно. Ипотека – это кредит на недвижимость. Здесь все правильно. Дело в том, что у моего мужа абсолютная недвижимость. И он взял у меня кредит. Смотрите, он взял кредит на лечение? На какое лечение? Он взял у меня кредит доверия. Сказал, что как только встанет на ноги, тут же погасит через недельку-другую с процентами. И не погасил? И даже не думает. Понятно. То есть... За пять месяцев ни разу ничего не погасил. Слушайте, а может быть у вашего мужа есть кто-нибудь? Кто? Ну я не знаю, может быть есть какой-нибудь поручитель? Может есть какой-нибудь друг, который согласился бы погасить долг вместо него? Вот там был один симпатичный поручитель. Попоручался раза три или семь. Сейчас совсем чуть-чуть. А потом мне заявляет, я больше просто так поручаться не могу. Мне нужны дополнительные вливания. Я ему нежно, как женщина. Говорю, слышишь, ты чучело. Какие еще у тебя вливания? Я тебе сапоги зимние купила? Купила. Трусы импортные. Турецкую недельку. Купила? Купила. Слушайте, а можно его тоже подсюда дадим, а? За что? За то, что недопопоручался. Хорошо, давайте мы с вашим мужем разберемся. Да. Значит так, скажите, вот эта вот недвижимость, которая идет... Импотечная. Да, хорошо, пусть будет так. Она вообще на кого оформлена? То же и дело. Если бы она была оформлена на меня, я бы уже ей давно такой евроремонт устроила. С подогревом. То есть оформлена на мужа. Да, вы понимаете, он с ней ни на минуту не расстается. Можно сказать, он с нею сросся. Хорошо. Знаете что, можем попробовать оценить ее в вашу пользу. Что вы говорите? Вау, вау, кусики, кусики. Скажите, вы ее во сколько оцениваете приблизительно? Пссс, что там оценивать? Обычная малогабаритная недвижимость. Причем постоянно на первом этаже. Без лифта. Ну, это не важно. Не скажите. Не важно. Это вам не важно. Нет, я к тому, что это сейчас недвижимость упала, но ведь она в любой момент может подняться. Вау, мармеладики и гого. Вот, и как только решение суда вступит в законную силу, эта недвижимость поступит в ваше полное распоряжение. Вы сможете ей пользоваться в любой момент, а также будете иметь право сдавать ее в аренду как частным лицам, так и организациям. Если поднимется очень высоко, рекомендую право. Сейчас же вы свои рекомендации оставьте, пожалуйста, при себе. Если высоко поднимется, то какая же дура такой и отдаст? Как частным лицам и организациям. Нет, я лучшая личная кинтенция. Слушай, ну он же просто так ее не отдаст. А если не отдаст добровольно, придут судебные приставы, все опишут, наложат арест и отторгнут в принудительном порядке. Есть все-таки правда на сети. Слышите, мужики, закон есть закон. Если что, отпишем, отторгнем в принудительном порядке, будете знать, как кредиты доверия женщинам не отдавать и супружеский долг не погашать. Закон есть закон. Кстати, мэтр, а пока вы еще не отсудили, может быть вы немножко попоручаетесь за него? В каком смысле? В прямом, обратите внимание на мою бивалютную корзину. Тихо, Лохов. Слышь, Лохов, это ж сколько мы с тобой уже в засаде сидим, а? Ах, кто его знает? Слышь, а? Ты ж делал за руки. Ну, делал. На колбасе. И шо? Ну, шо, шо. Судя по ней, наш срок пребывания здесь не увеличился, а уменьшился. До фостика. Пить хочется. И мне. Долго и обильно не отвлекаясь на тости. Лохов, не разлагай дисциплину. Товарищ капитан, пора б уже кого-то и разложить. Мы тут две недели следим за этим сексуальным маньяком, поневолишь? Вживаешься в образ врага. Лохов, я тебе еще раз напоминаю, шо взять мы его должны только с поличным. Прямо на... На месте преступления. А если преступлений не будет? Лохов, ты оптимист или наоборот? Оптимист всегда верит, шо преступление произойдет. Но если он не захочет? Не захочет, заставим. Не сможет. Шо, Лохов? Правильно научим. Знаешь, что сказал? А? Капитан Жеглов. А знаешь почему? Никак нет. Потому что все капитаны очень умные. Не все. Я одного знаю, так тупой, как... Кто такой? Я вам потом как-нибудь покажу. Все-таки, товарищ капитан, я бы... Я бы пошел на захват этого упыря. Молодой ты, Шолохов. А я помню, был претендент. Брали одного такого. Зверь. Всех или насиловал, или убивал. А вас? Меня убил. Шо-то тут не то, товарищ капитан. Моя жена уже две недели нам носит в эти кусти передачки, как в тюрьму. А этот гадский маньяк наслаждается преступлением и на свободе. Шо-то не то в том, Лохов, шо моя жена не носит нам передачки. Да, вы не переживайте, товарищ капитан. Пока мы с вами вдвоем тут сидим в засаде, с ней ничего хорошего не произойдет. Собака. О, правильно, товарищ капитан. А что, если мне тещиного собаку позора к нашему делу представить, а? Ну, чтоб с позором службу нести. Долго думал. Нам же чужого позора тут не хватало. Да знаете, как он не дулит тычет? Кто? Он же животное. У него же пальцев нет. Да я по его морде вижу, что он мне и тычит крутит. Тещина выучка. Ты все-таки, товарищ капитан, нужно что-то быстрее делать. Ты свою спешку, Лохов, будешь на похоронах тещи применять, понял? Есть мудрая японская пословица. Только к тому, кто умеет ждать, приходит маньяк. О, Лохов, смотри. Появились потенциальные жертвы. А ну дайте бинокля. Йоги. Так какие это жертвы? Это ж наши жоли. Красиво идут, между прочим. Ёлки-палки, пять часов утра. Откуда это они? Вот что значит идет жена капитана, а? Смотри. Ач-ач, ач-ач. А моя а-ать, 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 а-ать. А у моей четко так смотрю вверх-вниз, вверх-вниз. А у моей туда-сюда, туда-сюда. А моя так прыг-скок, прыг-скок. А моя шлеп-шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп. Разве душ нахуй. Работать надо с лишним составом, Лохов, а не с позором дули крутить. Тихо, Лохов. Появился объект. А ну дайте бинокля. Та, господин капитан, вот это, вот это маньяк. Йоги, господин, ну я не понял, я ж соплей перешибу. А все, откуда вы взяли, что это маньяк? Неважно. Валентинам я жаловался. Что, приставал? Ну, потенциально. Это ж понятно. Беспотенциально не пристают. А ну дай. А вот и появилась женщина. Лохов приготовься. Что, именно я должен приготовить, товарищ капитан? Телефон мобильный. Сейчас пойдешь снимать все преступление. И смотри, не сорви мне операцию до самого конца. Так. Объекти сходятся, сходят. Лохов. Что? Женщина взяла с места. Что взяла? Ну рванула. А, обезвредила, гада. Вот молодец. А мы ж тут сидим в этой засаде, как два дурака есть. Один дурак, Лохов. Виноват. Я даже знаю, кто. Кто? Я вам потом как-нибудь покажу. Побежала, Лохов, побежала. От него или с ним? Рядом бегут. Как? На перегонки. Да не хватало, чтобы они еще нам чехарду строили. Эх. Ушел, гад. Вместе с женщиной. Господи, капитан. А почему мы не выскочили из засады? Опасно, Лохов. Ты ж молодой. А я один раз погнался уже за таким. Да, я уже понял, что вы погибли не один раз. Ну надо же что-то делать. Надо же как-то помочь. Да кому помочь, Лохов? Он столько раз справлялся сам, а мы тут выскочим из засады, как два придурка ему помогать. Находить, придурок. И не ему помогать, а женщине отбили бы. Залегла б с нами в засаду. Ой, с кем залегла? Что ты можешь предложить женщине, Лохов? Фостик от колбасы. И жену на подходе. Господин капитан, а ну, возвращается. Кто? Ну женщина эта, оманьячная. Одна? Ага, улыбается. Ну вот, Лохов, видишь. А ты хотел бабе праздник испортить. Градимир Донец, Градимир Моисеенко. Браво! Спасибо. Здравствуйте, гражданин следового оттетель. Здравствуйте, здравствуйте. Вы ко мне, вас вызывали? Да. Меня, Петра Семеновича, трогали. И жену мою, Валентину, трогали. Но она не смогла. Ну проходите, разберемся. Кто вас трогал, зачем трогали, за что трогали. Гражданин следователь, это фамилия такая. Трогали. Я, Петр Семенович, трогали. Жена моя, Валентина, трогали. И весь наш род, так сказать. Тронутый, да? Да, есть немножко, что греха таит. Вот. По какому вопросу? Я свидетель по делу, значит, по очень серьезному делу, об очень плохом, я бы сказал, зверском отношении к животным, моих соседей Григория и Галины Пиндюлей. А, это очень хорошо, что вы зашли, я как раз держу это дело в руках. Проходите, присаживайтесь. Успокойтесь. Да, все нормально. Вы знаете, я когда подхожу к вашей конторе, ноги сами в пляс идут. От вас подальше. Хорошо, я слушаю вас. Ага, значит, готов говорить, что что было, и что не было. Так, ну, что не было, не надо, а вот все, что было, пожалуйста, давайте с самого начала. С самого начала. Давайте. С самого начала моей соседке Галине Пиндюлей показалось, что ее муж Григорий Пиндюлей стал, ну, как бы вам сказать. Ну, говорите, как есть. Ну, показалось, что... Ну, как есть, так и говорите. Ну, вот, как вам объяснить. О, вот солнце шов делает. Солнце, ну, греет. О, не, 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 не. Ну, что еще, встает. О, о, а Григорий Пиндюлей совсем не солнце. Подождите. Подождите, что, что... Импотен, что ли? Боже упаси, боже упаси. Мы, если в нем какие партии не вступаем Вы что, нам этого не надо Ну ладно, пишем, потеря мужской силы, да? Да, безвольный по мужской линии Ну хорошо, так, дальше Да, еще интересно, моя жена Валентина Трогали Ничего за ним такого и не заметила И на лекцию он был свеженький Это мы выясним, дальше Да, а дальше, моя соседка Галина Пиндюлей Значит, пошла к столетней бабке Веклы И купила там дорогое средство Для этого дела Ну, бабке, она уже лет пять, как ни к чему А откуда вы знаете, что дорогую? Да как же, она у нас десятку заняла А мы этой десяткой сильно дорожили Так, ну хорошо, дальше 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 хотел бы заметить, что Вы знаете, моя соседка Галина Пиндюлей Женщина очень осторожная И даже когда варит обед Первая его никогда не пробует И вот она решила Значит, проверить средство для этого дела На животных Эксперимент Ага, ну вот мы наконец-то дошли до сути, да? Да Ну-ну-ну, и что же дальше? Дальше Дальше Первым ей на глаза попался Их кот-огурец И самое, знаете, вот Интересно Мы ж с Валей Трогали Женой моей Ничего не знали Про эксперимент И были сильно удивлены Каких кот этот-огурец Ворвался к нам во двор И циречно надругался Над нашей кошкой Муркою Собакой Гарчиком И моей меховой шапкой Вместе с Моллю Здравствуйте, а А как же вы? А нас он держал в заложниках Дело в том, что Мы с женой моей Валентиной трогали Закрыли в хате Так И понимали, что живыми Он нас оттуда не выпустил То есть, знаете, честно вам скажу Я в молодости Таким же был котяром Вы знаете, вот Вот до сих пор в марте Сердце на спине дыбом становится Показать? Так, не надо Сейчас октябрь Ага Будем ждать Так, хорошо, дальше что? Ага, дальше Дальше И вот, значит, соседка наша Галина Пиндюлей Пригрозила, значит, этому Значит, как его Коту, да, вилами И больше мы его не видели Так, хорошо Пишем, кот пропал, да? Да, да, да Уходят упорные слухи Что в городе появился маньяк И сильно злобствует Так Это все домыслы Дальше давайте Дальше Следующим был петух Гарик Сначала все были довольны Куры несли с гирляндами яиц Некоторые сплошной Яичной колбасой Но когда над нашим селом Перестали летать птицы И стал нестись Крупный рогатый скот Мы насторожились Так, 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 так Что же дальше Произошло? А дальше Моя жена Валентина Трогали Пригрозила, значит, этому петуху Бульоном В смысле Топором И мы его больше не видели Так Но ходят упорные слухи Что в лесу появились Кукарекающие дикие кабаны Так, знаете что, господин Дронутый У меня в материалах дела написано Корова А вы мне петухом голову морожите Правильно, правильно А также была корова Анжелка Подождите, или это дочка у них Анжелка Или дочка корова В смысле Анжелка Короче, неважно После того, как она, значит, вступила в эксперимент Эта корова Взяла трехметровую высоту забора без шеста И 25 километров Гналася за нашим ветеринаром-осеменителем Который убегал от нее в город на мотоцикле Я так понимаю, что больше вы их не видели Да, больше Но ходят упорные слухи Что в районе увеличилось поголовье рогатых байкеров Подождите Это все к делу не относится Что дальше? Чем закончилось? А дальше У моей соседки Галины Педюлей Хозяйство закончилось И она перешла на наше Моей жене Валентине трогали Хозяйство стало жалко И она Продолжила Меня И что? Так то же дело Граждане следовать Тут же заковыка, что Это средство нужно не вовнутрь принимать А как? Мазать Под фостом И? Я не дался Почему? Так то же дело Что к этому времени информация просучилась И к нашему двору начали стекаться женщины Страждущие всех поколений А мужчины наоборот Взяли Значит круговую оборону И взяли лицензию на отстрел бешеного животного Эксперимент ведь не завершенный Где вообще? Где вещественные доказательства? Значит так я бутылочку герметически закрыл На огороде закопал И забыл где Так Внимание Опергруппа на выезд Всем в ружье ОМОН Спецназ Лопаты Я буду лично руководить операцией Граждане исследователи Я понимаю что вы уже не солнце Ну Я бы вам посоветовал этого не делать Ну серьезно Ну посмотрите на меня Ну не дай же Бог вы примете Этого Внутренние органы Этого не выдержать Без петуха Мы еще можем как-то обойтись А как же без вас Так Опергруппа на рыжь Так подождите Так куда же вы Дорогой ваш молодец Лаптонович Хрискульт Инфаркт Афанасий Захарович Сволоч Ты где был Столько лет Ну вы уже вообще Мы с вами только вчера виделись Ооо Вижу вас славно подлечили Эх Да Я в порядке А как ваши Драгоценные А ну как как Ну Плопот Кто там Что такое Так кто-то звонил Это у кого-то В башке звонит Это я говорю Ху-ху-ху-ху Слышали Опять Иду Да подожди Я сам открою Ну ты оттону Что вы уже Вообще Заразили меня Ёлки-палки Ох Вы конечно Извините Но У вас уже Совсем Чердак Отпоится Ну Афанасий Загал И вы здесь Доброго Здоровья Привет Давно Не виделись Так Считай Лет пять Я вот Смотрю на вас И думаю Не радовато ли вас Из ремонта Выпустили Лучше послухайте Что я вам почитаю Это я У внучки журнал Спионерил Так вот Статья называется За кулисами Женской красоты Интересно Конечно Вы Годску Карловну Со второго подъезда Знаете? Так Кто же ее не знает Так у нее бы И такие длинные ноги Что она Ей школу Закончила Что она Так интересно О, сейчас будет еще интереснее Послухайте О Джоанна и Бригитта Подруги Бригитта фотомодей Джоанна секретарь Гамбургской фирмы А ну ж покажите О, вот Эту Бригитта Такая страшная Нету Гамбургская фирма Не перебивайте Сегодня Подруги встретились А чтоб поделиться Заботами Поболтать о мужчинах И сделать Пилинг Легкий Дожилиться Что сделать Пилинг Ну Это вам уже лет сорок Как не нужно Спасибо Я по женской линии ходок Куда? На анализы У вас уже не линия А один пунктир Артонович Вы куда пошустрел? Пойду с Афанасием Захаровичем Поздоровка Стоять Кругом Глаза смотреть Пристально О Афанасий Захаров Это вы? Нет Папа Рынский Папа? Ага А где мама? Где-где? В Караганде А я смотрю Что-то знакомое Темнеет на скамейке Это я вижу У кого-то в голове Уже темнеет Слушайте дальше О Утро Бригитты Начинается Со стакана водки С лимоновым соком А с рассолом лучше Бывало я Погоди, погоди Ты рассмотрел Со стакана воды Это, наверное, с похмелья Это прогоняшь лаки И является прекрасным способом Похудеть Как сейчас помню На привале вся дивизия гудит Брангей гудит Махно гудит А троцкий протерочки Да не погудеть, Ось А похудеть Гудеть А Что там про бигер Шпрехаль Да по-видим Они все не нашли Как дойдут вы погромче А то я сегодня плохо слышу Что вы говорите Не волнуйтесь Я вам на пальцах покажу Фёдор Поликарпович Да А мы с вами здоровкой Не единожды Хвеликс М. Дундович Так что там про пилинг Да вы меня уже заколебали своим пилингом Вы хоть помните, как он делает Я помню как Я не помню зачем Так а я ж вам прошу Если человек не знает зачем Как и когда Само собой отпадает Как отпадает Ну вот как у вас 40 лет тому назад Как отпало И не прикажет Приказы должны выполняться Беспрекословно А ну давайте Про пилинг Это приказ Так подождите Дальше нету ничего Все уже Все Вы Афанасий Захарович Конечно Хороший человек Но подлец Здрасте Приехали О Здравствуйте Вы на выборы? Не Для пилинг Так и я с вами У меня и авоська есть Красотки, красотки, красотки Кабарет Вы созданы Рыщ Для взлетения Распалился кобель Старый Я вот Твоей старухе Смс-ку сброшу Радами Быстро все гигабайты Подрывает Афанасий Захарович Что? А вы адрес Этого пилинга Помните? Конечно Конечно Улица С Крикмосовского 4 Вторая Психиатрическая Лечебница Так я знаю Где это Я полет Давай Беги Полетел Я прекрасно Я прекрасно Я прекрасно Может Минут пять Спокойно Прессу Почитай О Это должно быть Интересно Статья Называется За кулисами Женской красоты Интересно Конечно О Назадки Дамочка 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 Сколько там натикало? Вот Я говорю Зарплату рельсами Выдают Ни тебе часов Купить Никакого Другого Чёрта Не совсем Понимаешь Я Кейм Фром Америка Шо? Америка? Настоящий Хулю Я здесь Нью-Йорк Как же А вы По-нашему Шпрехензи Дойч Я немножко Понимаю Это Большой Гуд Вот А то так Бегаешь С работы Домой То есть С дому На работу С работы Домой Даже по-американскому Не с кем Поговорить Ой Как козёл Ей-богу Тебя зовут Козёл Найн Я Нюся А Нюся Джулия Смит Очень Этейбл Очень Этейбл Очень Знаешь Джулия Я Я давно Хотел У вас Спросить У меня Соседка Хвира Соломоновна Так её Дочка Тоже В Америке Живёт Со своим Хахалем Как она там Не понимает С кем Живёт С Хахалем С Хахалем Очень Интересно Это я записать Я записывать Все новые Русские Интересные слова Не надо Не пишите Я вам потом Продиктую И у вас В Америке Чернилов Не хватит Вы Лучше Расскажите Как вы там В Америке Живёте Мучаетесь Америка Америка, но проблем. Америка, я вести здоровый образ жизни. О, Боже. Мне все завидуют. Особенно полные женщины. А почему это полные? Они ведут не здоровый образ жизни. А, так у нас их тоже полным-полно. На вокзалах и на Тверской. Даешь 50 баксов, делай что хочешь. Да, Нюся, вам надо активно вести среди них работу. О, так наши кобели стараются. Кобели? Что есть кобели? Ну, как тебе объяснить? Ну, кобели, кобели, они и в Африке кобелем. Ну, это мужчины наши, мы их так нежно называем. О, мужчины, кобели. Нюся, у тебя с ними секс? Какой там секс при таких целях и таких харчах? Нюся, я тебе сказать, здоровое питание это и здоровый образ жизни. Так это же коню понятно, елки-палки. А, Нюся, а вот твой мужик муж, он ведет здоровый образ жизни? Он его вообще не ведет. Он его простоносит. Ну, как медаль за прошлые заслуги. Хочешь, я тебе анекдот расскажу про наших мужчин? В одной дамочке спрашивает, имфазантной. Скажите, пожалуйста, а что вам больше нравится? Новогодняя ночь или ночь с мужчиной? А она говорит, новогодняя. Почему, спрашивает? А она говорит, потому что новогодняя ночь чаще бывает. Это очень смешно. Это очень смешно. Это я записать и рассказывать о себе в Америке. Очень смешно. Муж не пришел в новогоднюю ночь. Очень смешно. Ты звериц поняла называется. Нюся, скажи, а у тебя есть Children's? Знаешь что, Джулия, у нас же такие слова посусало, можно получить. Слушай, я не совсем видно правильно сказать. Я имею в виду дети. А, дети. Есть цветы жизни. Два бутона. Старший уже в седьмой класс пошел. Большой мальчик. Да, уже двадцать седьмой годов. Когда трезвый, мама узнает. А в последнее время занимается гербариями. Целыми днями на балконе сушит коноплю. Хороший мальчик, да. Так что... О! Все, гастроном открыт. Это у вас, если никаких там проблем, а у нас если гастроном закроют, то уже... Не поняла, почему плачем? Ай! Ну что случилось? Почему плачем? Ну, я понимаю, что... Тебе сказать не совсем правду. У меня проблема есть. Ну, рожай уже быстрее, рожай. Понимаешь, у меня Америка... Хороший муж. Так. Но он сильно любит дринк. Виски, водка. А, алкашик вы нашу. Я недавно узнаю, что мой муж имеет герлфренд. Кого имеет? Френд. Мой муж имеет... Баба. О, да. И ты ее знаешь. Что мой подруга? У меня точно такой же ситуации. У меня подруга, Зинка, кума, между прочим, все время моему мужу реку глазки строит. И так построит, и так построит. Я долго смотрела. Долго смотрела. Потом взяла рельсу, это наша зарплата. И между глазками припечатала. Все. Глазки в разные стороны. Ее так и назвали Зинка-рельса. Люся, это очень хорошая рецепт. Я записался. Пиши, пиши, я тебе еще на трех мужей надихну. А я, я. А все знаешь, я тебе скажу. Да. Все они одинаковые. Что ваши, что наши, кобеля. Да. Вот почему в жизни такая несправедливость? Вот почему, когда с нами, так у них угадал полные письма. Да. А когда с этим еще на Тверской, джахет-джахет-пурпураш, ты кроме слов стоит, а? Люся, я тебе скажу, нам есть чему поучиться друг у друга? Конечно есть. Значит, знаешь что, Джулия, пойдем я тебя научу, как по нашему бабскую тоску прогонять. А может я тебе помогать, чтобы меня не тосковать? Так, я угощаю. Дай, 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 я платить. Не возражаю. Люся, момент. Ага. Люся. Как? Нахрьем? Так. Нам едзика били. Не плакь, девчонка. Ага.